Трудные места Библии Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 39 стих Часть Нагорной проповеди Давайте я прочитаю чуть-чуть в контексте с 38-го Вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб А я говорю вам, не протився злому На кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую Кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, дай ему и верхнюю одежду Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два Просящему у тебя дай, от хотящего занять у тебя не отвращайся Трудные слова, ну потому что если все время подставлять другую щеку И все время давать просящему, то очень скоро останешься и без физиономии И без каких-либо средств, потому что все время у тебя будут брать, брать, брать Очень хочется это понять иносказательно И действительно так понимали многие, начиная с Оригена В общем-то один из самых ранних экзегетов христианских И он обращал наше внимание Смотрите, говорил он, бьют обычно правой рукой И если ударить стоящую перед тобой человека правой рукой То это будет удар по левой щеке И значит, кто бьет по правой щеке, обрати к нему и другую Это такой тонкий намек, что на самом деле не бьют Потому что бьют обычно по левой Некоторые еще говорят, что это удар тыльной стороной ладони Символический удар, что вот это не просто пощечина А вот когда бьют справа правой, да, вот такой будет примерно жест Это ну как бы легкий такой хлопок, выражающий презрение Ну да, ну да, мы знаем прекрасно, как могут бить и справа, и слева Так что потом зубов не соберешь Но самое трудное в этом отрывке Это, конечно, не протився злому По-гречески сказано Антистены топонеро Буквально противостоять А вот дальше начинается вопрос Топонеро дательный падеж И это может быть либо Мужской род существительного И тогда это злой, злой человек Либо средний, тогда это зло Зло как понятие Лев Толстой именно так это и понимал Он говорит, не протився злу И он говорил о том, что не надо сопротивляться Вот на твою страну напали Ну и пусти их, пусть они пройдут по твоей стране Сами убедятся, что никакого интереса с тобой воевать У них нету и уйдут Ага, в 20 веке много было таких захватчиков Которым не противились И они что-то никуда не уходили Надо было противиться, чтобы их прогнать Я уж не говорю о тех случаях Когда били, отнимали Собственность и все такое прочее Вот, ой, как не работает Это, не протився И они сами отстанут, потому что им надоест Совсем не работает Но что же хочет сказать Христос Получается Если Толстой не прав, то как Вы знаете, мне кажется Что стоит разобраться С понятием зло Ведь это же абстрактное существительное Оно не указывает на что-то всем однозначно понятное Как, например, стул или дерево Что это такое? Вот зла изначально в мире нет Бог творит мир и говорит, что мир хорош И дерево познания добра и зла Это то, к чему человек не должен прикасаться Он не должен иметь опыта зла Даже через познание И когда Ева срывает плод с этого дерева И отдает его Адаму И люди получают некоторый опыт общения со злом Пусть опосредованный через познание А не через еще совершение зла Это и есть грехопадение Они больше не могут оставаться в раю И дальше мы видим слово зло Которое встречается очень часто В Библии связано с природой человека Помышление сердца человеческого зло От юности его Книга Бытия, 8 глава, 21 стих После нового потопа говорится об этом Когда Бог дает закон Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро Смерть и зло Второй законе, 30 глава, 15 стих Закон упорядочивает понятие добра и зла Как солнце и луна упорядочивает свет небесных светил То есть зло это что-то такое Что возникает в определенных ситуациях Это не изначальное нечто Есть много религиозных философских систем В которых добро и зло это изначальные вещи Вот как белое и черное, свет и тьма Но мы видим, что Господь творит свет, но не творит тьмы А тьма есть отсутствие света Правда, мы встречаем такие очень необычные выражения В книге Исаии, например, 45-7 Я творю свет и творю тьму Делаю мир и произвожу бедствие Так переводится на дальний перевод А в оригинале не бедствие, а творю зло Боре-ра При том, что глагол бора всегда имеет в качестве подлежащего при себе Господа То есть получается, что Господь творит зло Но ведь и тьму он не сотворил Он сотворил свет, а тьма есть его отсутствие Тем самым сотворив свет и разделив свет и тьму Он сделал тьму видимой в этом мире До этого все было тьмой Но как только появляется свет Соответственно, тьмой называется его отсутствие Видимо, что-то очень похожее со злом Книга пророка Ионы В ней слово зло употребляется девять раз Маленькая книга, причем в очень разных смыслах она употребляется А жители города Ниневии творят зло перед Богом И он хочет покарать их за это бедствиями А в оригинале то же самое слово зло Они раскаиваются в своих злодеяниях Господь отменяет бедствие А Иона по дороге попадает в злую бурю Злую для него, да То есть есть зло как то, что человек творит И это в нем проявление зла Есть как то зло, которое его постигает Причем, как правило, в ответ на это зло Наконец, зло и зной мучает самого пророка Иона Который хочет увидеть торжество справедливости И тут зло не имеет вообще никакого нравственного значения Это просто что-то такое, что сжигает Иона А может быть имеет, может быть как раз Его стремление к справедливости Это тоже такая горячность Злая горячность, стремление увидеть зло Ему хочется увидеть зло, которое постигнет Жители Ниневии И вся книга про то, что Это не очень хорошее желание Что лучше увидеть, как с ними все хорошо Тогда получается, что зло Это довольно относительное понятие Что в отрыве от отношений между людьми Или людьми между собой Или людьми с одной стороны, Богом с другой Это понятие, в общем-то, не имеет большого смысла И тогда нет никакого вселенского зла Как в каких-нибудь страшилках, ужасах Какое-то зло наступает И лезут какие-то вурдалаки, упыри, зомби И все такое прочее Нет, зло это то, что рождается Из действий человека или происходит с человеком Хорошо, а что такое противиться? Глагол антистами Инфинитив антистены Противоборство, противостояние Часто на войне или в суде Ну вот Контекст судебный Потому что в 25-26 стихе Той же самой пятой главы Мирись с соперником твоим скорее Пока ты еще на пути с ним Чтоб соперник не отдал тебя судье Не судись Не судись, потому что можешь проиграть Не противься злому И так же встречается, допустим Это слово в книге Деяний Про некого волхва Елиму Который противился апостолам Стремясь отвратить проконсула от веры Или вот Послание к Кремлям 13 глава Знаменитая глава про власть Где сказано Посему противящиеся власти Противятся Божьей установлению Противящиеся сами Навлекут на себя осуждение Еще одно трудное место Не будем разбирать его Но простите А что христиане Никогда не возражали власти Им говорили Принесите жертвы Языческим богам Они говорили Ага, сейчас принесем Все в порядке Только вот Пожалуйста Мы ни слова против Не скажем Конечно Они говорили в данном случае Нет, мы не будем То есть Этот глагол Вряд ли означает Невозможность возражать Вряд ли означает Полное согласие Со всем Что тебе навяжут Что же он означает В послании Якова 4.7 Покоритесь Богу Противостаньте дьяволу И убежит от вас Ровно противоположный совет Противостаньте Глагол антистены Смотрите Вот Дьявол Это Волевое начало Это некоторая личность В библейских текстах И Противостоять Этому началу Да Достойное дело А вот Противостоять Человеку Который в данном случае Носитель зла Который проявляет зло По отношению к нам Который причиняет нам зло Иногда это зло Просто что-то неприятное Да Как ребенок Обижается на доктора Который Делает ему Какую-то болезненную процедуру Дает горькое лекарство И Ребенок говорит Это плохой дядя Да Или тетя плохая В каком смысле плохой Только одно он имеет в виду Мне больно Мне горько Мне неприятно И Вот Это тоже может быть Такое понимание зла И Ребенку уговаривают Не противостоять Этому доктору Ну и конечно далеко не всегда Это доктор Гораздо чаще В нашей жизни Это действительно Какой-то Человек Который Ведет себя далеко Не самым лучшим образом Но Смотрите Вот эта идея Противостояния Такому человеку По сути дела Равное возмездие Ну и мне кажется Что Самый лучший комментарий На эти слова О противостоянии Злому Или злу Это Голгофа Это Крест Распятие Христа Противился ли он Злу Вселенскому На этом кресте Да он его победил Противился ли он Злым людям Которые его распинали Ну Вопрос риторический Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Субтитры сделал DimaTorzok